ДЖИН Соку захотела апельсинового. Недаром мама говорит, что меня в магазин отправлять себе дороже. Джин сперва еще колыхался, как желе, хлюпая и булькая, а потом вполне себе сформировался в дяденьку восточной внешности, в белых штанах и оранжевой майке. На голове челма, очень похожий на апельсин. На ногах почему-то клетчатые домашние тапочки, черные усики над губой, породы нет. Не хатабыч, подумал я. Пакет с надписью Джим Селла стоял на столе. Конечно, в нем не осталось ни капли сока, осталось пить только чай. Зеленый будете? Спросила я, переходя на вы. Одно дело тыкать неоформленные субстанции, взвившиеся из пакета, и другое взрослому мужчине в клетчатых тапках. Ага. Не поворачиваясь к нему спиной, я шагнула к раковине, повернула ручку фильтра. Плелась тонкая струйка как бы чистой воды. Я подставила чайник. А вас как зовут? Сева. Ответил Джин и показал на коробку. А я думала, Джины в старинных сосудах сидят. По-разному, охотно объяснил Сева. Свободных старинных сосудов теперь мало, их в музей сдали. А в музее нормальный Джин сидеть не будет. «Почему?» Спросила я. В голове был горячий туман. Из дворца, а из дома напротив, где вином торговали. Сева вздохнул и замолчал. Я вежливо покивала. А пакеты ничего, комфортные. Продолжил Джин и подчесал плечо. Форма стандартная, удобная. Коробка она и есть, коробка. Ни тебе узкого горлышка, ни вмятина от ручек. Знаешь, как впиваются? И ста лет не высидишь. Сколько же вы в соке просидели? Да нет, долго. Неопределенно махнула рукой Сева. Это тоже плюс, кстати. Люблю влезать часто. Общение люблю. Слушай, а бутербродов у тебя нет? Можно с сыром. Я снова вежливо кивнула и пошла в коридор к холодильнику. Так, вот сыр, масло, вот остатки ветчины прихвачу на всякий случай. Вот пачка сосисок. Туман в голове начал рассеиваться. Какой ловкий Джин. Вылез и сидит себе нога на ногу. А я ему чай готовлю, бутерброды. Вообще-то, это Джин должен мои желания исполнять, а не наоборот. И вообще, надо еще посмотреть, что он может. Так и каждый дурак вылезет из коробки. Привет, я Джин, давайте чай. А сам ничего не умеет. Я вернулась на кухню с продуктами, взяла с подставки ножек побольше и стала нарезать сырные ломтики. Долго, как чайник закипает, покосился на плиту Сева. Много воды налила. Он так целый час будет закипать. А вы его своим волшебством вскипятите, посоветовала я. Он же меня еще и критикует, кулинар. Джин удивленно посмотрел на чайник, потом на меня. Волшебством жалко. Волшебство для дела понадобится. Ты ведь не хочешь свое желание потратить на домашнюю работу? Я, конечно, могу чай сделать, пол помыть, пыль вытереть. Надо? Не надо, быстро сказала я. Вот вам бутерброд. Пока Сева жевал, я соображала. Желание. Вся загвоздка в этих желаниях. Вечно у всех обломы с неправильными желаниями. Меня всегда раздражала девочка Женя из Цветика-Семицветика. Так бездарно потратить семь, ну ладно, шесть лепестков, да и седьмое можно было получше загадать, если честно. А то все на свете игрушки ей подай, а всех на свете детей вылечить она не догадалась. Нет уж, я не буду такой дурой. Я все сама приготовлю, уберу посуду, помою, мне не трудно. И разные материальные желания, типа денег, машина, новенького айфона, это все фигня. Их и без чудес получить можно. Другое дело попросить что-то действительно волшебное. На столе все еще стояла пустая коробка из-под апельсинового сока. Я ее взяла и хотела бросить в мусорное ведро, как примерная хозяйка. «Э, погоди, ты что делаешь?» – с набитым ртом замычал Сева. «Куда понесла, поставь на место!» Я повертела в руках пустую коробку, пожала плечами и поставила ее обратно на стол. «Не выкидывай, дура!» – не очень вежливо сказал Джин. «И смотри, чтобы мама не выкинула, я в ней спать буду». «Спать? А удобно?» «А удобно в квартиру постороннего человека провести и своей комнате поселить на неопределенный срок, объяснив родителям, что это Джин из сока». «Ну а что? Дельно?» «Я как-то не подумала. Сева явно не глуп, и это приятно». «Я ее смял немножко», – провела я рукой по картонным стенкам. «Может, тебе другую купить?» Джин Сева внимательно посмотрел на меня и вдруг за улыбался. «Заботливая!» «Это хорошо. Это я удачно попал. Не, другую не надо. Уйду в другую, от себя уйду и ничего не исполню. Так что пользуйся, пока я здесь». Он вытянул губы трубочкой и шутно отхлебнул чай. Чудеса все-таки. Уроки не лезли в голову. Какие уроки? Какие графики квадратных уравнений, когда за моей спиной на диване сидит Джин Сева и наигрывает на гавайской гитаре финскую польку? Коробка из-под сока стояла у батареи. Сева заявил, что любит спать в тепле, желательно на печке. «Сева, а можно у вас спросить?» Отложила я ручку и тетрадь по математике. «Наконец-то!» Сева тоже отложил гавайскую гитару. «Я уже испугался, что за клиентка такая попалась, нелюбопытная. Даже скучно. Давай, спрашивай». Он уселся по-турецки и уставился на меня, не мигая. «А вот скажите, пожалуйста, а почему вы просто Сева? Вы же Джин? Вы должны быть какой-нибудь Гасан Ибн Абдурахман или еще какой-нибудь Ибн. Ну, чтобы по-восточному было и по-старинному». «Ишь ты придира какая!» – удивился Джин. «Сева ей не годится. Для вас же стараюсь, для вашего региона, чтобы имя привычное было. А ей не нравится. Мне, может быть, тоже твое имя не очень. Виктория Викторовна?» Масло масляное. Я надулась и повернулась к недоделанному графику. Сева снова взялся за польку. «Больше ничего не хотела спросить?» – подал он голос через минуту. Заскучал. «То-то же». Я старательно высчитывала координаты функции и только помотала головой. Пусть не выпендривается. И разговаривает с дамой как следует. Мое имя – моя гордость, между прочим. И означает оно двойную победу. Вот так. «Ладно, не дуйся. Прикольное у тебя имя!» – пошел на попятную Сева. «Предки с фантазией, молодцы. Двойная победа и все такое. Правильно гордишься?» Меня в жар бросило. «Он что, мысли читает?» «Ой, я же ему имени-то своего не называла?» «Читаю маленько», – кивнул Сева. «Но ты не волнуйся. Это не считается за волшебство. Ты желание придумала?» «А сколько можно загадать?» – спросила я. «Вот, это вопрос по делу. Значит так, я сегодня добрый? Масла на бутерброд ты не пожалела. Можешь загадать четыре желания». И он поднял растопыренную пятерню с загнутым большим пальцем. «Вы разве сами количество желаний назначаете?» Сева посмотрел вокруг и демонстративно заглянул под диван. «Ясен пень сам!» – не очень понятно выразился он. «Ты видишь тут еще кого-то?» «Я нет. Сам назначаю, сам исполняю. Сам жалобы от клиентов выслушиваю. А не захочу, вообще ничего не исполню. Если мерзавец попадется, фигушки я что для него сделаю?» «Но как же так?» В моей памяти всплыли всякие фильмы и мультики про джинов. «Лампа Алладина», «Золотых рыбок», «Емелиных щук». «Разве вы не обязаны?» «Обязан?» – фыркнул Сева. «С чего это? Я впервые в жизни вижу этого болвана и уже чем-то ему обязан?» «Вот еще». «Ну как же! Он ведь вас выпустил на свободу, избавил от тысячелетнего заточения. По всем законам вы должны его слушаться. Почитайте сказки!» Я реально возмутилась. «У всех есть обязанности, в конце концов». Джин тяжело вздохнул и стал похож на нашего учителя математики, вызвавшего меня к доске. Ох, что за сказочные предрассудки! Ну какое тысячелетнее заточение в пакете сока! Да я эти пакеты меняю, как маршрутки! Просто я джин добросовестный и ответственный, ясно тебе? Мое дело – исполнять желания, и я исполняю. Но не все. Я фрилансер, я могу выбирать. Начальства у меня нет, годовых отчетов нет. Вопросы? Или тебе кажется, что четыре желания – это мало за маленькую чашку зеленого чая и средний бутербродик с сыром? Я покраснела. Я всегда краснею, когда меня обвиняют. Да нет, нормально – пробормотала я. Точно нормально – нахмурился Сева. Точно! Еще гуще покраснела я. Очень даже хорошо. Роскошные условия. И я не жмот? Мои щеки стали совикольными. Про жмот-то я нечаянно подумала. Ну, совершенно случайно. Я стала думать про чудесную щедрость и сказочное везение. То-то, строго сказал Сева. И давай думай, поживей. Только не торопись. Мне сказочно повезло. Теперь главное – правильно пожелать. Мы с папой устроились в гостиной на диване и смотрели биатлон. Мы обожаем биатлон. Такие они там все быстрые, красивые, румяные. Ногами толкаются, руками упираются. В подъем – раз, два, раз, два. Со спуска – вжух! А как драматично стреляют – бац, попал, бац, мимо. И весь стадион – ах! Зрители с ума сходят. В дудки дудят, флажками размахивают. Мы с папой на диване подпрыгиваем. Сколько волнения, сколько праздника. Вокруг пейзажи волшебные. Горы, небо синее, склоны елками утыканы, как свечками. Эх, туда хочется. Хочется. Вот чего мне хочется. Ужасно хочется. Никаких сомнений. Когда я еще туда попаду? А можно прямо сейчас? До старта женского спринта оставалось 10 минут. Комментатор со смешной фамилией Областной развлекал зрителей своими нелепыми цитатами и намеками на близкое общение с нашей женской сборной. Каждая биатлонистка была у него зверьком или птичкой. Зайчиком, мышкой, ласточкой, лошадкой. И все красавицы, конечно. Интересно, как бы он меня назвал? Сева! Позвала я шепотом, входя в комнату. Сева, друг! Какой я тебе друг? Раздалось из-под батареи. Дверь закрой. Я плотно закрыла дверь. Ну, надумала? Из пакета, вопреки всем анатомическим нормам, торчала взрослая усатая голова. Надумала, засиял я. Только не тяни, там скоро старт. Подумаешь, старт. Успеешь наглядеться. Сева стал постепенно выходить из коробки. Шея, плечи, руки. Вот он сложил пальцы правой руки для щелчка. Погоди! Завопила я громче комментатора областного. Постой. Слушай. А можно туда не зрителям попасть? А кем? Уставился на меня Сева. Ну, этим. Как он называется правильно? Самым таким... Я не решалась произнести свое желание, которое было, наверное, очень наглым. Или не наглым. Нормальным. Чудеса. Должны быть чудесами? Чемпионкой мира, что ли? Усмехнулся он. Да, пожалуйста. Время действия ставлю на два часа. Вернешься, разбуди. Расскажешь, как было. Сева зевнула, втянулся обратно в пакет. По рукам и ногам пробежали мурашки. Стало щекотно, будто я бутылка с лимонадом, которую встряхнули, и во мне туда-сюда летают пузырьки. Эй, а папе что сказать? Успела крикнуть я. Папе всегда правду надо говорить. Плохо проворчал Сева. Скажи, что... Я не дослушала и взорвалась миллионами пузырьков. Первое, что я увидела, синее небо и ослепительный снег на вершине. Альпа. Первое, что я услышала, это голос областного, который орал, казалось, прямо в уши. Первым номером пойдет наша легкокрылая и легконогая стрекозка. Наше чудо, внезапно свалившееся на нас, можно сказать, с неба. В этот раз его нелепые комментарии попали в десятку, не поспоришь. Значит, к зверюшкам и птичкам добавились еще и насекомые. Шум, гам, музыка в глазах рябит. Зрители выкрикивают имена чемпионов. Тренеры ходят хмурые. Спортсменки разминаются. Все такие яркие, такие гладкие, такие блестящие, как рыбки. Ой, вот же та знаменитая немка, та самая. Мамочки, рукой могу потрогать за рукав. Какая она смешная, оказывается. Маленькая такая. Ой, а вот чешка с медными волосами. Улыбается, как на рекламе. Правильно, в любой момент папарацци снять могут. Тут надо быть всегда готовой. В носу не поквыряешь. Ой, а какие перчаточки, какие штанишки. А я-то в чем? Не в домашнем платье, надеюсь? Нет, я тоже в костюмчике. Ой, какой красивенький, какой скользкий, сиреневый. И номер на груди один. Ну, Сева, молодец, ничего не скажешь. Ай да джин. Так, срочно делать селфи. Вика, ты готова? Рявкнули сзади. Я обернулась. Ко мне шел толстый мужчина в красно-синей куртке. Наверное, мой личный тренер. Чего ты здесь торчишь? Ты обнулила чип? Бегом на старт, чтоб тебя. Ты вообще размялась или дурака валяешь? Проверь патроны. Да шевелись ты, чучело. С тебя медаль сегодня, слышишь? Я круглову снял, тебя поставил. Давай, девочка, давай, работай. Поправку на ветер поняла, какую делать? Три минуты до старта. Ну, ноги в лыжи. А где лыжи-то? Ах ты, вот же в руке у меня. Я нагнулась, чтобы положить их на снег и обнаружила на плечах лямки. Винтовка. Значит, легкая, раз я ее не сразу заметила. Ну, значит, патроны где-то у меня. Потом найду. Я же чемпионка, правильно? Я знаю, где патроны лежат. С креплениями на лыжах вышла заминка. У меня дома крепление с такой кнопочкой. А тут кнопочки нет. Как ботинок вставлять, непонятно. Давай, Виктория, ну что ты, возишься? Подскочил толстый тренер. Поднял какие-то штучки на креплениях, помог стегнуться. Что, переволновалась? Соберись, соберись. На тебя вся надежда. Круглова я снял, ты же знаешь. Эх, Джин Сева, специалист. Не мог мне крепления сделать знакомыми? Вот балда. Ладно, спишем на его волнение. Я же чемпионка. Сейчас как побегу? Ноги, руки у меня чемпионские должны быть. Первый номер на старт, второй приготовится. Раз, два, три, старт. Давай, давай, давай. Разом оглушили меня несколько голосов. И я пошла. Меня папа немножко учил к коньковому ходу и говорил, что у меня уже неплохо получается. На одной ноге скользишь, второй поднимаешь, скользишь, поднимаешь, скользишь. Ой, запнулась, чуть не упала. Палка неловко воткнулась между лыжами. Винтовка по спине елозит, зараза. Не такая уж она и легкая. Что-то я запыхалась. Через две минуты, когда меня, чемпионка, обогнала четвертая участница и улетела вперед, я поняла, что влипло. Ноги, руки были мои родные. Только костюмчик чемпионский. И эти мои руки-ноги уже здорово устали, а проехали не больше двухсот метров. Стадион сначала затих. Потом я услышал смешки. Кто-то крикнул. Она странная? А что говорил областной, я старалась не слушать. Едва кончился стартовый коридор. Едва я ушла со стадиона и стала забираться на первую горку. Получалось только елочкой. Лыжи вверх не ехали. Ко мне подскочил тренер. На мое счастье, он не мог говорить. Он просто пыхтел, как я. Молча он дернул меня за руку и стащил страсы на обочине. Другим не мешай. Наконец смог он произнести. Потом сорвал со спины винтовку. Вон, пошла из команды. Вон, уйди. Сдыхался бедный толстяк. Мне его стало ужасно жалко. Бедненький, он же не виноват. А вы скажите, что я сильно заболела. Посоветовала я. Я скажу, что ты умерла. Со всей силы приавкнул тренер. Я сиганула за дерево, потом за другое, за третье. Петляя между елками, как заяц, я убралась подальше от тренера и от трассы. Ну, Джин, села. Я тебе устрою через два часа. А ты чего хотела? Искренне удивился Джин, развалившись на диване. Сидит, как ни в чем не бывало, нога на ногу, клетчатой тапкой качает. От такой наглости я даже до речи потеряла, как мой тренер совсем недавно. Я же тебе ясно сказала быть чемпионкой по биатлону. И чего? В мишень не попала, что ли? Да я до мишени не добралась. Какая мишень вообще? Я была в бешенстве. Я два часа пряталась на склоне в елках, замерзла, как сосулька, а он издевается. У меня одно желание уже израсходно. И никакого толку. Прямо как у той Жени из Семицветика. Я же бегать на лыжах не умею, как они. Да ну, удивленно захлопал глазами Сева. А чего ж ты туда поперлась? Так я ж просила меня чемпионкой сделать. Стукнуть его, что ли? А я что, не сделал? Возмутился Сева. Первый номер, личный тренер, костюмчик, альпы. Но бегать это ты давай сама. Я же не могу тебе чужие руки-ноги пришить. Стукнула все-таки по плечу. Как будто шлепнула по луже. Рука стала мокрая и липкая, вся в апельсиновом соке. Сева захихикал. Какой он все-таки вредный? Подумала я и захныкала, облизывая руку. Ты нарочно меня подставил. Друзья так не поступают. Жен встал с дивана. Никаких пятен от сока на диване не осталось, между прочим. Прошелся по комнате, потянулся. А кто сказал, что мы друзья? Я от тебя не друг. Я просто джин. Не воображай, пожалуйста. Лучше думай, чего ты еще пожелаешь. И не тяни. Я решил срок установить. Либо я за два дня исполню еще три твоих желания, либо они сгорят, как неиспользованный лимит в конце месяца. Все, время пошло. Лучше думай, чего ты. Тników на канале. Лучше. Продолжение следует...